На ТНВ новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и вот о чем пойдет речь. Рождественский сочельник. Как готовиться к светлому празднику в храмах и семьях? Лена Зинатольевна. Если цыплят по осени считают, то куропаток по зиме. Где-то до 50% они исчезли в ту теплую зиму. Чем чревата столь аномальная теплая зима для лесных жителей? В сюжете Динара Камаловой. Они ловят ветер удачи. Очень скоростная трасса, очень быстро и очень тяжело. Соревнование увидел Иняз Рахман. Спортивный Новый Год. Бедня. Саша, все что делают? Бедня без дела не сидим. Как отмечают каникулы в Болтосях. Увидел? Слава, Махмадулен. Рождество на пороге. Сегодня в татарстанских храмах прошли утренние богослужения. Храмы украшают рождественскими вертепами, а с прилавков гуси разлетаются на праздничные столы. В Раифе ледовый городок строят к крещению, а вот пятиметровый снежный собор гости увидят уже в Рождество. Как к светлому празднику христиан готовятся к Татарстану, видела Лина Зинатольевна. С раннего утра во всех храмах предпраздничные богослужения. Никольский собор на Абаумена полон прихожан. Верующие делятся. Здесь ощущение чего-то возвышенного. Приходят целыми семьями. Поднимают настроение предпраздничное. Каждый год я хожу, я пришла с дочкой, с премянницей, с премянником. Литургию здесь возглавил митрополит Феофан. Напомнил и о значении праздника. Человечество ждало, когда же придет обещанный еще в раю искупитель. Бог, воплощенный в человеке. Рождение Иисуса Христа стало началом спасения людского рода. Это один из главных христианских праздников. Что-то особенное на Рождествах каждый год готовят в Раифе. Что на этот раз узнаем, отправившись туда на автобусе вместе с другими желающими. Я еду туда с женой получить ту энергию, которую даст монастырь. Это место, я еще раз стараюсь, святое, чистое. В обители в Сочельник особенно много гостей. Рождественская елка и пальма, верблюды и волхвы. Это уже традиционный вертеп в Троицком соборе, переносящий в ночь рождения Христа. Верующие со всей страны увезут с собой не только восхищение местными храмами, но и святую воду израильского источника. Да, мы приедем, будем пить и причащаться. Знакомым, родственникам, всем, всем по чуть-чуть. У монастыря впервые снежные скульптуры, своя железная дорога и даже собор Казанской иконы Божьей Матери, который для служителей настоящий символ года. В этом году он заканчивается по плану его строительства, намечено освещение собора. Мы решили сделать Казанский собор и снега. Пятиметровая фигура. Скопировали по проекту пропорции храма. Готовит и ледовый городок, но пока до распятия трона и других символов далеко, погода в этом году капризная. Если сейчас детали начну делать, они завтра могут растаять. Сейчас мы пока делаем все такое крупное. Каким получится городок? До крещения чуть больше десяти дней. А пока на пороге Рождество и на исходе пост. Традиционный рождественский ужин, запеченный гусь у многих на столах. В праздник Рождество же завтра поездно покупает. Традиций и обрядов немало, но все же главное в праздник свет и надежда в душе каждого верующего, помощь ближним и нуждающимся. И благодатное озарение от той далекой пещеры Мефельемской, где родился Христос, донеснит ваши души, ваши семьи, на ваших близких и родных, на наш дорогой Татарстан. Около полуночи в храмах республики начнутся праздничные богослужения. Главную литургию митрополит Феофан проведет в Петропавловском соборе. Лина Зинатольевна, Марацид Гараев, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань, Зеленодольский район. С праздником Рождества Христова поздравил татарстанцев и Рустам Мениханов. Рождество Христово принято отмечать как семейный праздник. Это делает его близким и понятным для представителей разных национальностей и вероисповеданий. В библейском предании о рождении младенца Иисуса воплощаются незыблемые нравственные ценности, радость материнства, идеалы добра и справедливости. Уверен, что рождественские торжества еще более укрепят верующих в стремлении к духовному самосовершенствованию и созиданию, говорится в поздравлении президента Татарстана. Сохранить и возродить залит главный свод возрождаемого собора Казанской иконы Божьей Матери. Установительные работы ведутся и внутри храма. Еще до Нового года строители приступили к чистовой отделке. Сейчас подрядчики обещают начать второй этап и приступить уже к росписи стен. Каким предстал собор сегодня перед нашими корреспондентами, расскажет Рамиль Шайдулин. Так купола обретают свой первоначальный вид. И своды из бетонного монолита, а лишь малая часть всего здания, под землей еще один пещерный храм. Причем он достаточно, в общем-то, как говорят специалисты, хорошо сохранился, в том числе и участки росписи стен сохранились. Но чтобы успеть в заданные сроки, строителям все же пришлось поторопиться. От благословения патриарха до заливки главного купола ушло чуть больше года. Я видела начало строительства и сегодня я очень порадовалась тому, как быстро идут работы. Это очень радует. Мы вернулись от разрушения к созиданию, чтобы мы сейчас восстанавливаем то, что было утрачено. Вот это самое главное. К началу воссоздания уцелел даже не весь фундамент, но по крупицам восстановили и его. Готовая конструкция должна стать настолько прочной, чтобы выдержать 130 тысяч тонн архитектурного ансамбля. По своему образу и подобию новый символ православной Казани должен стать полной копией того самого древнего храма. И судя по ходу строительства, с этим проблем возникнуть не должно. Вопрос в другом. В часовнях по плану одна из них должна быть расположена на месте уже жилого дома. Скорее всего в будущем и колокольник тоже будет установлен. Когда же двери храмового комплекса распахнутся для прихожан, строители просят не торопить с ответом. Со дня на день здесь приступают к чистовой отделке и росписи стен собора. Рамиль Шайдулин, Амир Залешев, Марат Зайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Трагедия в Мензелинском районе. Сегодня в одном из частных домов совхоза имени Воровского. В результате пожара погибли два мальчика 2002 и 2012 годов рождения и их отец. Мама во время возгорания была на работе. По версии спасателей, причина пожаронарушений правил монтажа и эксплуатации электрооборудования. По факту, республиканским следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Мензелинская прокуратура по поручению Ильдуса Нафикова проводит проверку. Главное управление МЧС России по республике Тарстан обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные требования пожарной безопасности. Не использовать самодельные и поврежденные электроприборы. Не оставлять работающие электроприборы без присмотра. Следить за отопительными приборами в банях. Соблюдать нормальный режим эксплуатации печей. Не допускать перекала печей. Быть осторожным при пользовании газовыми приборами. Не использовать неисправные газовые приборы и печи. Следить за состоянием электрической проводки. И не оставлять детей и престарелых граждан без присмотра. Еще одно предупреждение от спасателей. Сегодня ночью и завтра днем в Казани и местами на территории республики ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 16 метров в секунду. А также метель. МЧС рекомендует водителям без надобности не выезжать на большую дорогу и соблюдать скоростной режим. Белый лебедь поднимается в небо раньше срока. Первые летные испытания нового стратегического бомбардировщика Ту-160М2 состоятся в конце января. Об этом в своем микроблоге в твиттер написал вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин. Напомним, демонстрация белого лебедя на летной испытательной станции прошла в ноябре прошлого года на Казанском авиазаводе имени Горбунова. Звери любят счет. В Татарстане стартовала перепись лесных обитателей. Егерям предстоит пройти по более полутора тысячи маршрутов и преодолеть 16 тысяч километров. Правда, нестабильная зима внесла свои коррективы в планы лесничьих. Динара Камалова покажет, где тетерев зимует. Учитываем те следы, которые зверь оставил в течение суток. Заблудиться в трех соснах Газинуру Гафиатульную не грозит. Он егер и лес, что в Искогорском районе называют не иначе, как своим домом. Среди множества следов зверей он узнает маршрут зайца или кабана. Ежегодно с началом зимы он ведет и перепись лесных жителей. И не по анкете, а все под тем же следом. В этом году численность животных и птиц может резко сократиться, предупреждает егерь. Зима нестабильна. Теплые зимы были у нас в восьмом. По Куропаткам скажу, где-то до 50% они исчезли в ту теплую зиму. Эта зима, ну будем надеяться, как всегда, на лучшее, но пока еще не радует. Зима пришла, а вот снега с собой не принесла. Да и морозы грянули с запозданием. Скачки температуры образовали жесткую корку снега. А такое ледяное покрывало для крупных животных, подобно бритве, ранит копыта. Смертельно опасно оно и для пернатых. По статистике, после такой зимы недосчитываются порядка 10% птиц. На ночь сетер взрывается в снег с лету. Но после ночных заморозков снег покрывается наледью. Из-за этого птица утром просто не выбраться. На такой наледе, если и можно отследить следы, то только крупных животных. Для счета мелких придется ждать снега рыхлого. После окончания переписи станет известно, кого будут дальше держать под прицелом охотники. Арифметика проста. Чем больше зверей, тем чаще охота. В этом сезоне жесткий лимит на рогатых. На лосята больно охота не откроем. Лимит 3% всего, количество. Зима не приходит одна, с ней холод и голод, но лесных жителей в беде не оставляют. Для крупного зверя кормушки и лежаки. Для птиц купальни на десерт соленой леденцы. Динара Камалова, Даниил Филатов, ТНВ, Высокогорский район. Они ловят ветер и не отпускают его до самого финиша. Так говорят о любителях сноукайтинга. На просторах ледяной Волги сегодня можно было увидеть, как в небе развивались несколько десятков разноцветных воздушных змеев. А спортсмены мчались на лыжах и досках. Как проходил второй этап по сноукайтингу Кубка России «Оранжевый ветер» увидел Нияс Рахман. По ледяной Волге на парусах и с попутным ветром. Все это про сноукайтинга Евгения Головченко на эти соревнования приехал из Москвы. Этим видом спорта увлекается больше 10 лет. Сегодня на старт выходит с небольшим опозданием. Погода внесла свои коррективы. Кать поменьше, ветер посильнее. Поэтому поменьше кать берем. Среди крепких мужчин и хрупкие девушки, по словам Динара Алимхановой, управлять воздушным змеем непросто. При необходимости на помощь всегда приходят коллеги. Чуть-чуть может быть сложнее, чем ребятам. А так нормально. Ну как, помогают партнеры по команде или как? Да, помогают. И кать поднимут, и положат. На казанский этап сноукайтинга приехали 60 спортсменов из шести регионов России. Соревнуются они в двух категориях. От лыжи и сноуборд. С ветром замечательно. Покрытие, правда, сложное такое. Льется снега, поэтому спортсменам не очень удобно держать курс. Входим в десятку лидеров в России. Вообще, в целом. С точки зрения каких-то профессиональных спортивных достижений, у нас в Татарстане, слава богу, или может быть, к сожалению, профессиональных спортсменов именно по сноукайтингу нет. Мы все являемся любителями. Два представителя Татарстана – это для домашнего этапа соревнований пока маловато. Однако, сам вид спорта достаточно молодой. В России весьма недешевый. Сноуборд или лыжи – это 10 тысяч рублей. Скайт – и вовсе 40 тысяч. Однако, это ловители ветров не пугают. Главное для них – это движение в кайф. Как говорят сами участники, главное – это погода. Сегодня на Волге снова холодно и морозно. А главное – это ветер, который достигает до 8 метров в секунду. И позволяет спортсменам разогнаться до 80 километров в час. Один из самых быстрых в этот день соревнований на лыжах Андрей Полякин из Санкт-Петербурга. Очень скоростная трасса, очень быстрая, очень тяжело. Имена победителей второго этапа Кубка России определятся уже завтра. Лучшим станет тот, кто первым поймает ветер удачи и удержит его до самого финиша. Ниаз Рахман, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На старт, внимание, поехали! Сегодня начнется двухнедельный марафон знаменитого ралли Дакар. Мотоциклы, внедорожники и грузовики отправятся с первой точки в Перу. Стартовый спецучасток протяженностью 31 километр уже готовит сюрпризы для гонщиков. Почему камазовцы не боятся ни грязи, ни песка узнал Алмаз Гафиятов? Последние технические проверки позади. Впереди многодневная гонка. Все четыре экипажа команды «Камазмастер» готовы к бою. Настроение у пилотов на подъеме. Это тот редкий случай, когда старт уже после празднования Нового года. Всем привет! Настроение бодрое. Наконец-то начинается Дакар. Сегодня первый день административной и технической проверки. Можно сказать, что сегодняшний день стартует юбилейный 40-й Дакар. Очень важное событие для всех участников. Насколько сложными будут маршруты в этом сезоне, неизвестно. Каждый год трассы и спецучастки готовят неожиданные повороты. А погода и вовсе становится главной причиной изменения хода гонки. Слов организатора. Такие участки, особенно в Перу, где протяженность дюн будет самой длинной во всей истории Дакара. Поэтому он с возрастом будет приносить как непредсказуемость, так и уравняет. Многие шансы, наверное, у всех участников. Поэтому шансы будут у всех. Захватить преимущество с первых километров будет непросто. Практика последних сезонов показывает, что татарстанские экипажи запрягают не сразу. Но на Дакаре очки считают в конце января. В очередной раз мы приехали в Перу для нашего экипажа. Я думаю, это более интересный будет старт. Потому что, если вспомнить Дакар 2013 года, для нас он был победным Дакаром. И, конечно же, хочется повторить. Сегодня в 11 ночи по московскому времени пилоты ралли отправятся на первый участок. За две недели им предстоит проехать по территории трех стран. Перу, Боливии и Аргентины. Анна Мазгафиатов, ТНВ, Перу, Лима. Новый год прошел, а волшебство осталось. На разных площадках в Татарстане проходят праздничные гуляния, различные сказочные представления, уличные театры, конкурсы и подарки радуют зрителей каждый день. Алина Мусина о том, где и как помогают поверить в чудо. Два, три, четыре, четыре. Волшебство существует, об этом знают участники этого шоу. Представление развернулось в парке ДК «Химиков». Здесь спасали главного волшебника Нового года. Спектакль помощники Деда Мороза собрал всех на одной площадке. В парках Казани происходят спектакли и мероприятия для детей, не только для детей, а для взрослых тоже. Всех приглашаем и ждем в парках. Фокусы и загадки сказочной герои и, конечно, подарки. Новогоднее торжество со смехом и шутками. Я загадал, что я был в своей стране. Заводи вам, расследуй. Помравилось дым. Для детей праздник, для взрослых все чудесно. В чудо поверили и в Нижнекамске. Сюда с гастролями приехал Казанский уличный театр «Изуми». Захватывающие трюки, завораживающие световое шоу, ростовые куклы и мыльные пузыри – все это поселилось на главных улицах города. У театра определенно есть все, чтобы зритель стал главным героем шоу. Миссия их постановки – вернуть зрителям веру и надежду в хорошее. Белые волшебники, после чего у людей пропала надежда, вера в мечту, и мы пришли ее возвращать, потому что мир так может погибнуть. Шоу длится всего 20 минут. Для белых волшебников этого достаточно. Гастроли театра продолжаются. Изумлять будут и в других уголках Татарстана. Алина Мусина, Александр Комаров, Данил Филатов, Евгений Лызаев. ТНВ «Казань-Нижнекамск». Снежный футбол, дельфины на елке, эмоции на льду. В Балтасинском районе новогодние каникулы посвятили молодежи и спорту. На выбор 4 – катка, лыжная трасса, горки и игры вокруг лесной красавицы. Как отдыхают и отмечают 2018-й в Балтасях, увидел Салават Мухаммадуллин. Дети играют в футбол на новогоднем Майдане. Ветераны рассекают на хоккейном турнире. А любителям высоких гор впору заглянуть и в Балтаси. На запорошенном поле дети, за трибунами родители и снежные фигуры. Неваляшка, пингвин и даже дельфин. Подступы на импровизированный стадион в гирляндах. А для любителей массовых катаний на главной елке вместо баскетбольной площадки залит каток. Такой вот вызов из района, спортивной столицы республики. Дочка на катке всегда. Вечером туда ходим. Иногда вот на лыжи. Это уже семье. Новый год в этом году замечательный. Мне очень нравится. И дня... Саша, ты что делаешь? И дня без дела не сидим. Все будет хоккей. Настоящий корт с воротами и надежными бортами в распоряжении всех болтасинцев почти в любое время. Несколько раз в неделю на эту площадку выходят ветераны. В районе проходит традиционный турнир по хоккею. На лед в этой лиге можно только тем, кому за 35. Эти игры проходят неделю два раза. Это у нас проходит в деревнях Балтасях, Бурбаш, Смаиль, Карадуани. В погоне за здоровым отдыхом в Балтасях не забыли и об эстетике общественных пространств. Медведь как символ района, олени Нового года, а хэштег уже ближе к молодежи. Очень много помогли спонсоры. Если взять работу спонсоров, где-то 800 тысяч они. Для жителей нашего района, для гостей приготовили такие программы, чтобы они не сидели дома. А они и не сидят. В Балтасях новогодние каникулы скучать не приходится. Не отказал себе в удовольствии оценить местную горку и наш оператор. Балтасях новогодние каникулы скучали в Балтасях, Балтасях новогодние каникулы скучали в Балтасях. Слава Пухмадулина, Александр Лобанов, ТНВ, Буталсинский район. Новогодние каникулы у ведущего рубрики в сети. Но будучи в Сочи, Арман Кастанян все же подготовил для нас обзор самого интересного в интернете за неделю. Яркие события, неожиданные темы и уникальные кадры далее. В канун Нового года все города, вообще вся страна, весь мир был украшен новогодними гирляндами, огоньками. Короче, все были готовы к Новому году. Но вот в набережных Челнах очень скреативили. Ну, во-первых, очень оригинально и креативно. А во-вторых, ну это же надо было со всеми жильцами-то говорить, что в нужный момент в их квартире включится свет. Ну, короче, прикольно, молодцы. У Рустама Мениханова уже на этой неделе шесть публикаций. Это получается одна публикация в день. Неплохо. И по его инстаграму можно увидеть, как был подготовлен город к Новому году. Парки и скверы были украшены. Весь город светился различными гирляндами и фонариками. Ну, очень круто. Ну и на поседок, как обычно, топ тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы в Яндексе. На первом месте поздравления с Новым годом. Ну, какие тут могут быть поздравления? Самое главное поздравление, это, конечно же, обращение президента Владимира Путина. Вторую строчку занимают рецепты на Новый год. Так, ну тут два варианта. Либо люди забыли, как оливье готовить, либо все-таки наконец-то решили что-то новое попробовать в Новом году. Третью строчку занимает новый фильм Джуманджи «Зов джунглей». Ну, может быть, будет интересно. Посмотрим. На этом сегодня все. Пишите, комментируйте, присылайте свои новости. Новый год наступил и очень много интересных новостей. Давайте их обсуждать вместе в сети. Пока. Далее прогноз погоды. Но я прощаюсь с вами до следующей недели. Хороших вам выходных. Всего доброго. Распродажа Нового года. Скидки на квартиры от 500 тысяч рублей. И даже больше. Звоните прямо сейчас. Осталось несколько дней. 30 декабря, а также 3, 5, 7 января приглашаем в сквер Дворца земледельцев на новогодний праздник. «Эдельвейс» уже 25 лет радует вас низкими ценами. В честь наступающих праздников мы дарим новогодние скидки до 50%. «Эдельвейс» – если знаешь цену деньгам. С Новым годом! День главного выбора страны. 18 марта – день, который решает судьбу России. День, который определяет наше будущее. 18 марта – выборы президента Российской Федерации. Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего возраста, имеет право голосовать на выборах президента России. 18 марта – день, когда важен каждый голос. 18 марта – день, когда важен каждый голос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok